Одна минута, одна выступление. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить всех депутатов, кто оказал мне поддержку. Мы остаемся на своих позициях как патриоты России. И считаем, что городской совет допустил ошибку, убрав с должности председателя городского совета Валерия Александровича Рябкуса. По той причине, что все-таки городской совет все знаковые вопросы для города Красноярска принимал большинством. И сейчас, конечно, видеть такую двойностандартность, когда с одной стороны говорят, что первая задача у председателя это консолидировать городской совет, но разве он не был консолидирован? Поэтому не хотелось бы, конечно, видеть такие двойные стандарты. К сожалению, могу сказать, и как нам обращаются избиратели, неужели в Красноярском городском совете всего две партии и две фракции? Это Единая Россия и Патриоты России. К сожалению, сегодня можно констатировать этот факт. Действительно, наверное, две. По той причине, что я не увидел кандидата, даже в поддержку, ни от гражданской платформы, ни от справедливой России. Своих кандидатов почему-то они не выдвинули. Хотя я считаю, что должна быть здравая, конкурентная. Но если Егорова выдвинул, он должен был, как минимум, наверное, избираться. Почему снимать кандидата? Я боюсь, Валерий. Мы считаем, что законодательная и исполнительная власть – это две разные ветви власти. И здесь, конечно, не должно быть никаких взаимных заинтересованностей. То есть представители не должны работать в каких-то муниципальных предприятиях. Понятно, что председатель городского совета слагает в себя все полномочия и уходит работать только председателем. Также считаем, что и дети не должны работать в органах исполнительной власти, чтобы не было никаких заинтересованных интересов. Считаем, что председателем городского совета должен быть депутат, в первую очередь избранный по одномандатному округу, которому напрямую оказала поддержку избиратели, горожане, не прошедшие по спискам, а где действительно была честная конкурентная борьба. И возвращаясь опять-таки в начало, хочу сказать, что не так много, к сожалению, депутатов, избранных по одномандатному округу в Единой России. И один из этих депутатов был Ревн. Я тут тоже не вижу никакой логики. И сейчас видеть такие двойные стандарты, говорить одно, делать другое, считаю неправильно. Поэтому могу сказать одно, что Красноярский городской совет на сегодняшний день испытывает глобальный кризис, так же, как и исполнительная власть. Потому что говорить одно, делать другое, это не показатель. Нормальная конструктивная работа. Поэтому убеждены в том, что мы должны навести порядок и начинать должны именно с городского совета. И еще одно. На сегодняшний день мы много говорим с вами о кризисе, говорим о том, что не хватает средств в бюджете. Поэтому убежден, что председатель городского совета должен отказаться и от служебного автомобиля, и от заработной платы. Во всяком случае, от ее части. На этом, коллеги, я за качество выступления хочу еще раз поблагодарить тех, кто оказал мне эту поддержку. Спасибо.